Поймай меня, если сможешь. В такие игры вынуждены играть жильцы пятиэтажки на «Космонавтов-31», чтобы просто помыться. Горячая вода в кранах появляется эпизодически. Пенсионерка Мария Петровна Терентьева не скрывает возмущения. Никому дела нет. Никому дела нет. Нигде не можем добиться. Летом два месяца сидели без воды горячей. И сейчас сидим. Не помыться ничего нельзя. И это еще полбеды. За окном холодный ветер. Воздух едва прогревается до 7 градусов. А батарея даже и не думает обогревать квартиру. Жалуется сын Марии Петровны Сергей. В поисках решения проблемы мужчина обзвонил всех. Администрацию города угольщиков, ресурсников, управляющую компанию. Короче, пока сегодня я не позвонил по горячему телефону в Абакан, в администрацию сегодня. Вот сразу все. Сразу все пришли и все сделали. Напомним, Минстрой Хакасия запустил горячую линию, куда можно сообщить о проблемах с отоплением. Номер указан внизу экрана. Между тем, отчаявшиеся жильцы 31-го дома готовы писать жалобы на сайт президента, в прокуратуру и во все доступные инстанции. Это что такое? Мы где живем-то? В каком мы веке живем? Или мы, может, в деревне жили? Я раньше в маленьком городочке жила. Там 7 тысяч у нас было. Но такого бордака никогда не было. К моменту приезда нашей съемочной группы долгожданная горячая вода неожиданно появилась. Но надолго ли, не знает никто. В управляющей компании «Жео-1» сетуют. Система обветшала, и поэтому с началом каждого отопительного сезона всплывают новые проблемы. Сейчас мы с ребятами здесь на час где-то отключим по 31-му дому. Они там заменят небольшой участок. Там течь тоже появилась непредвиденная, так сказать. И этот дом опять заработает. По прогнозам синоптиков, уже этой ночью температура опустится до минус 5 градусов. И жильцы дома номер 31 по улице Космонавтов очень надеются, что им не придется вновь вкутаться в теплые куртки и одеяло. Надеемся на это и мы. Наша телекомпания продолжит следить за развитием этой истории. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС.